О главных новостях Украины и Мира узнаете в подробностях в студии Патерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Операция-декларация. Как ради хотели, но не смогли отменить отчетность для общественных активистов. Блокада на Грушевского, чего требовали активисты у стен Кабмина и парламента, и что им ответили в высоких кабинетах. Поспешно ретировалась. Профильный комитет парламента поддержал увольнение ИО-министра здравоохранения. Что скажет Кабмин? Сложности засекречивания. Сколько лет понадобится на устранение проблемы с утечкой данных в Фейсбуке и какая информация успеет попасть в чужие руки? Шумна на улице, спокойно внутри. Улица Грушевского сегодня с самого утра была полностью заблокирована. Активистов пришли к зданию администрации президента, к админу и парламенту. Во все кабинеты принесли свой список требований, но об этом чуть позже. Сначала о делах депутатских. Отмена деклараций для общественных активистов. Именно эти законопроекты обсуждали сегодня избранники. Но в итоге, дальше слов, дело не пошло. Чего не хватило? Желания или голосов? Об этом далее в материале. День отмены Е-декларирования для общественных активистов под таким лозунгом должен был пройти сегодняшний день в Раде, но не сложилось уже на старте. Профильный комитет второй день подряд не может собраться и решить, за что рекомендовать парламенту голосовать. Получилась дикая ситуация. 13 голосов, которые необходимы для кворума, были в комитете. Но одновременно 13 депутатов в комитете отсутствовали. Более того, отсутствовала глава комитета. По факту есть четыре законопроекта. Одни из них предусматривают отсрочку при подаче, другие отменяют декларации вообще. Судьбу документов стали решать в зале. Спикер предложил нардепам хотя бы включить этот вопрос в повестку дня. Но опять не задалось. Для внесения всех документов коалиция не находит голосов. 208. Очевидно, не все заорієнтувались. Коллеги... Голосование пакетом. И много людей не понимали, каким образом можно включать сразу четыре законопроекти. Сколько можно неорієнтуватися? Вы не заорієнтувались, когда голосовали за поправку, которую вводили электронное декларирование. Мы знали, что вы снова не заорієнтуетесь. Потому что это ваша политика. Потому что вы прикрываете чиновников, которые должны сдавать декларации. А вы требуете эти декларации от тех, кто переверяет крадеев и злодеев в этой стране. Блок Петра Порошенко и Народный фронт с трибуны заявляют, что за отмену есть декларирование. Но в том же БПП настаивают на голосовании своего документа. Позиция фракции Блока Петра Порошенко есть постоянной и последовательной. Мы поддерживаем скасывание электронного декларирования в редакции законопроектов президента Украины, который едино получил выставки Венецийской комиссии. Закликаю всех проголосовать за включение в порядок денный. Законопроект, который был подписан вчера и подан в порядок на расследование Верховной Рады. Потом будем дискутировать, чей законопроект самый лучший. В зале идут на третий круг обсуждений и публичных заявлений. Мы видим четыре законопроекти, авторство разных фракций. Но мы приняли решение, и я еще про это сказал, что мы поддерживать это не будем. Потому что мы считаем, что перед законом должны быть равны все. А второе вопрос, что кто такие антикоррупционеры? Кто может сказать, как можно отличить антикоррупционера от, естественно, грантаида? Слушайте, дорогие товарищи, пановы, друзья, грантожеры, как вас там назвать по правде, да? Спустите из небес и идите в село. И попитайте, чи интересуют их те проблемы, про которые вы тут говорите. Фракция Радикальной партии не голосует за скасование электронного декларирования для активистов. Если они из-за кордона получают миллионы, так декларуйте, нехай народ видит, что борьба с коррупцией не меньше прибутковый бизнес, чем сама коррупция. Сегодня шансу в зале не имеет никакого законопроекта, потому что это обычная игра на неценение и помсту. Спикер нет, вступают. Судя по публичным заявлениям, документы поддержать готовы, но на деле все иначе. Скасование и декларование – это позиция президента Украины, который четко в пятницу ее заявил. Это и позиция и Народного фронта, и Батьковщины, и самопомощи. Нас суммарно 280 депутатов в этих фракциях. Давайте, коллеги, смобилизуемся и проголосуем. Я очень хотел бы, чтобы публичные заявки не разбегались с реальностью действия. Иначе это не политика, иначе это Византийщина. Третья попытка вынести документы на обсуждение тоже не увенчалась успехом. В итоге перешли к рассмотрению двух законопроектов, которые ранее включили в повестку дня. Первый авторство Батьковщины предлагает полностью отменить обязанность активистов декларировать имущество. Тут, в этом законопроекте, скасовывается электронное декларование против активистов громадских, которые борются против коррупции. И, собственно говоря, тут не хватает одного важного элемента. Это скасование криминальной ответственности этих активистов, которые дают право с ними расправиться. Второй документ вместо декларации предлагает ввести требования о финансовой отчетности общественных организаций. Законопроектом предлагается скасовать необходимость декларирования физическими особами, которые получают деньги в рамках реализации в Украине программ технической и другой помощи в сфере безопасности и против действий коррупции. Становить обязанность общественных объединений в заключенных законом випадках, обеспечивать оприлюднение информации о финансовании их деятельности. Умова. Если годный доход превышает 300 прожитковых минимумов. Но ни один из документов не набрал достаточного количества голосов. Для тех громадских активистов, которые не подали в так протесту декларации, зависит от кілька дней. Если до 10 октября этого не будет сделано, начиная с 11 октября, уже настает конкретная административная криминальная ответственность за это, за теми ганебными правками, которыми они обязали. Уже задекларировались громадские активисты и уже на этих декларациях их дискредитуют. Причем, маніпулируя цифрами в этих декларациях, выставляя на показ технические ошибки, которые произошли в этих декларациях. Теперь в блоке Порошенко обещают написать новый документ, который будет предусматривать прозрачную отчетность для общественных организаций. Впрочем, вопрос, когда его разработают, остается открытым. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самщенко, Иван Ермаков. Подробности. Телеканал Интер. Чего от нардепов сегодня требовали активисты муниципалитических организаций? Тысячи людей стали участниками марша в центре столицы. Все подробности знает Богдан Вербицкий. Украинцев это уже реально допекло. Глава украинцев! Героям слава! Перекрыты улицы, более тысячи полицейских и колонна протестующих. Правительственный квартал запланили люди в камуфляже и с флагами. Объединенные силы националистических организаций вышли на марш. Требовали от власти принять пакет антиолигархических законов. Два направления этих антиолигархических законов. Экономичный и политичный. Экономичный – это законы по деофшоризации. Это законы по скасыванию приватных монополий. Это законы по введению податка на роскошь. Про введение прогрессивной шкалы оподаткования. Это законы по прекращению приватизации стратегических предприятий. А еще активисты требовали от нардепов снять неприкосновенность и изменить избирательную систему. Соответствующие документы давно поданы в сессионный зал. Но ВОЗ и ныне там. Нынешняя Верховная Рада, в нынешней Верховной Раде они не заходят поддержки. Их намагаются поховывать на уровне еще комитетов. Поэтому мы тут, нас тысячи, и мы начинаем вымогать от Верховной Рады, чтобы эти законопроекты потрапили в сессийную залу на голосование, были проголосованы. Но сначала выдвинули свои требования к обмину. Там протестующих услышали. С ними встретился премьер-министр. По словам Владимира Гройсмана, главная проблема украинской экономики – монополия. Чтобы изменить ситуацию, Кабмин уже предложил несколько десятков законопроектов. Мы предложили, я думаю, что там есть и ваши законопроекты, 35 законов, которые есть базовыми законами для развития национальной экономики. Монополии создадут всегда штучный рынок. Нет конкуренции. Если нет конкуренции, то мы не можем визначити реальную цену. И поэтому демонополизация будет урядом постоянно поддерживать. Мой премиотет единый. Зрастание национальной экономики. Подвищение заработных плат. Подвищение пенсии украинским пенсионерам. После встречи с премьером митингующие пошли к Верховной Раде. Требовать, чтобы нардивы проголосовали за предлагаемые активистами законопроекты. Такие прокладки, как НАК, НАФ, ПОГАС, и другие, которые на том наживают миллиарды. Свои требования активисты передали в администрацию президента. Если власть не услышит митингующих, они обещают новые акции протеста. Богдан Вербицкий, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер. Украинская земля должна принадлежать фермерам, а не крупным холдингам или иностранным компаниям. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с народными депутатами. В то же время земельная реформа позволит активнее развивать агросектор, уверен премьер. По его словам, право собственности на землю станет эффективным ресурсом развития для фермерства. Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий будет просить, чтобы его отстранили от должности на время расследования. Об этом он заявил перед допросом в департаменте по особо важным делам генпрокуратуры. Сам допрос длился около часа. Холодницкому он преминирует давление на свидетелей и разглашение данных досудебного следствия. Пока участвовать в следственных действиях председатель САП отказался. В частности, не предоставил образец своего голоса для экспертизы. Холодницкий требует заменить следователей и прокуроров, которые ведут его дело. Генпрокурор Юрий Луценко оперативно отреагировал на заявление Холодницкого. Воследствия по его делу передали из департамента по особо важным делам в Генеральную инспекцию ГПУ. Делегация Европарламента едет в Украину и Молдову с ревизией. Во главе делегации представители комитетов по иностранным делам и бюджету. В рамках визита они проверят выполнение соглашения об ассоциации с ЕС, а также эффективность использования обеими странами финансовой помощи от ЕС. Сначала посетят Кишинева, а затем отправятся в Украину. Визит продлится до 6 апреля. Народный депутат Сергей Каплин обвиняет нардепа Вадима Рабиновича в препятствовании свободы слова и нападении на журналистов. А вот сам лидер партии «За життя» сегодня, после публикации данных о том, кто, возможно, финансирует его полицилу, появился в Раде. За что и как голосовал народный избранник в нашем материале. Один из главных прогульщиков парламентских заседаний нардеп Вадим Рабинович наконец-то появился на работе. В зале Верховной Рады его заметили журналисты. Однако, как оказалось, пришел он туда вовсе не голосовать. Решал свои бизнес-вопросы. Лидер партии «За життя» Рабинович провел в парламенте несколько часов, однако даже не зарегистрировался. На сайте Рады сегодня Рабинович числился как отсутствующий на обоих сессиях. Да и ни за один законопроект он не проголосовал. Возможно, просто вместо украинского случайно взял с собой израильский паспорт. А возможно, прийти в парламент скандального депутата заставила вчерашняя публикация журналистов о том, откуда его политсила получает финансирование. Как следует из декларации депутата, в прошлом году он получил почти миллион долларов от бизнесмена Павла Фукса, владеющего в России крупным бизнесом. Деньги он передал супруге Рабиновича якобы как задаток за покупку земельного участка. Вот только сделка до сих пор не состоялась. По мнению журналистов, это типичная схема для легализации сомнительных доходов. Ведь о затратах Рабиновича вовсе не по карману, по крайней мере, не по декларации, уже не раз писали в СМИ. Это и аренда частных ВИП-самолетов по 20 тысяч долларов, и новогодний отдых в Сингапуре и Таиланде, который обошелся Рабиновичу в 3 миллиона гривен, и элитное жилье под Киевом, которое обходится в десятки тысяч долларов ежемесячно. Все это в своей декларации о доходах Рабинович указать забыл. Свои затраты депутат пытается тщательно скрывать и от журналистов, в том числе прибегая к помощи охраны. По словам нардепа Сергея Каплина, к нему обратились журналисты, обвинившие Рабиновича в нападении. У меня есть факты нападу Вадима Рабиновича, его охраны и его оточения на двух украинских журналистов, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, которые уже выкрали не одного предесвита, который начепил на себя значок депутата Верховной Ради Украины. Я обратился к Национальному антикоррупционному бюро, к Генеральной прокуратуре, к других правоохранных и антикоррупционных органов, с тем, что они дали юридическую оценку таким фактам. Доходами и расходами Вадима Рабиновича уже занялись в НАБУ. Там против депутата открыли дело за незаконное обогащение и вранье в декларации. А вот коллеги-политика в парламенте требуют немедленно разобраться и с его двойным гражданством. Лишить его мандата и гражданство Украины за израильский паспорт, который журналисты нашли у Рабиновича еще в прошлом году. Отстранить его главы Минздрава Леону Супруна должности. Такое решение приняли в профильном комитете Верховной Рады. Почему и что еще успели обсудить? Расскажут наши корреспонденты. Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения собрался практически в полном составе. В повестке дня вопрос номер один, отчет Ульяны Супрун о проделанной за год работе в правительстве. После нескольких минут Супрун хотела передать слово своему заму Роману Ялыку. Однако члены комитета выступили категорически против. Отчет главы министерства вызвал бурю негодования среди нардепов. Супрун обвинили и в недостоверной информации о закупке лекарств и в срыве сроков строительства детской клиники Ахмадет и возложили на нее ответственность за эпидемию кори. Отримавши абсолютно з точки зору Організації управления охорони здоровья некомпетентні і непрофесійні відповіді з боку представника уряду, виконувача обов'язки міністра, вважаю, що команда Міністерства охорони здоровья в розрізі охорони здоровья повністю провалила программу дій уряду на 2017 рік. Тому у мене є абсолютно чітка, однозначно пропозиція. Визнати діяльність уряду в розрізі охорони здоровья, яку ми сьогодні слухаємо, не задоволюємо. За таке предложення проголосовали 9 із 12 депутатів, после чого Ульяна Супрун поспешно покинула зал засіданий. Второй пункт в повестке дня – вопрос об отстранении Супруна должності. Автор проекта постановлений Игорь Шурма отметил, що она не имеет должного образования і нарушає закон, ісполняє об'язанності міністра в більше шести місяців. В 2016 рік ми таки не побачили наповнення медикаментами, лікарськими засобами нашої установи. Не було запропонувала концепція розвитку національної системи охорони здоровья. Ми стали свідками того, що не бачила Україна років 15. Майже сотня випадків на ботулізм і десятки смертей. Спалахи неподноразові гепатиту. Захворювання національної системи зашкалило. Верховною аналізу роботи за 2016 рік ми вносимо народу цілку постановлю. За те, щоб внести проект в парламент, проголосовали 7 членів комітету. Тепер дело за Верховною Радою. Ольга Теребінська, Геннадій Аникиенко. Подробності – телеканал «Интер». Медреформа буксує, толком не успев стартовать. Во Львове семейные врачи пока не будуть заключать договоры с пациентами. В городском департаменте здравоохранения это решение объяснили тем, що данні, внесені в декларацию пациента, не защищені от хакерів. Поэтому ні одна больниця в електронну систему ще не внесена. Пока люди можуть пользоваться только електронною записью к врачу или попросту брать талоны в регистратуре. Когда врачи начнут подписывать декларации с пациентами, пока не ясно. Админответственность за неуплату алиментов на содержание родителей могут ввести в Україну. С такой инициативой выступил министр соцполитики Андрей Рева. Он подчеркнул, что подобные нормы прописаны в Конституции и совершеннолетние дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях. Такая практика у нас уже существует, однако алименты назначает суд. А объем выплат устанавливается в частном порядке в зависимости от пенсии, наличия других доходов и количества детей. Не могут получать алименты люди, лишенные родительских прав. Попытка покушения на народного депутата Игоря Масичука раскрыта. Об этом сегодня заявил глава СБУ во время визита в Одессу. По словам Василия Грицака, на днях СБУ совместно с прокуратурой задержала одного из организаторов и исполнителей теракта возле телеканала «Эспрессо». Остальные исполнители пока в розыске. Детали расследования обещают обнародовать в ближайшие дни. Напомню, взрывное устройство возле офиса телеканала сработало в октябре прошлого года. Тогда погибли случайный прохожий и охранник Игорь Масичука. Сам нардеп и еще три человека получили ранение. Один украинский военный ранен сегодня на Донбассе. С начала суток боевики уже 10 раз нарушали пасхальное перемирие. Огонь вели в основном из стрелкового оружия. А вот в Авдеевке, Луганском и Новоалександровке ударили из минометов. Подробнее о ситуации на передовой. Наш военкор Игорь Левенок. Это бойцы в прифронтовой Марьинке делятся впечатлениями от очередного перемирия. Солдаты говорят, от всех предыдущих оно особо не отличается. Тишины как не было, так и нет. Разве что артиллерия противника здесь не работает. Стрелка ведется, переважно, с крупнокалиберных пулеметов и стрелковой оружия. Декогда бывает, что прицельно, потому что по постам он в бойнице, хлопцам где-то залетает. Армейцы говорят, сейчас на той стороне воюет много кавказцев. Православных праздников они не отмечают, поэтому полят регулярно. Только темнеет, начинают работать вражеские пулеметы. Днем снайперы. А вот на пунктах пропуска, которые ограничат с неподконтрольной территорией, сейчас настоящий ажиотаж. За неделю перед Пасхой поток людей из псевдореспублик вырос на треть. Едут за продуктами. Люди жалуются. Жизнь под оккупантами не сахар. Работы нет. Дороговизна ужасная. Жители Донецка рассказывают, очереди на той стороне еще больше. Боевики искусственно их создают, чтобы потом брать взятки. А еще многие мужчины едут на подконтрольную Украине территорию, чтобы спрятаться от сборов резервистов, которые на днях объявили в псевдореспубликах. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. С Донбасса. Подробности. Телеканал Интер. Праздник, который запомнится надолго. Шквал критики. Обрушился на лидера британской оппозиции Джереми Корбина, которого обвиняют в антисемитизме. Главный лейборист посетил пасхальный ужин в Седор, который устроила одна из организаций и опять не угодил еврейской общине. Почему? Знает Ирина Иванова. Наш Субкор в Лондоне. Казалось, недавний скандал с обвинениями в антисемитизме вот-вот утихнет. Но главный фигурант сам неожиданно подлил масло в огонь. Джереми Корбин посетил Седор Песах по приглашению радикальной левой еврейской организации Джудас, которую и иудейская община Британии всячески критикует. По иронии судьбы, Корбин ужинал с радикалами в тот день, когда новый госсекретарь его политической силы пообещал уладить вопрос с антисемитизмом в партийных кругах. Напомню, на прошлой неделе евреи Лондона устроили акцию протеста возле парламента из-за регулярных нелицеприятных выпадов Корбина и некоторых представителей его партии. Последней каплей стал скандал из-за антисемитской уличной картины. Корбин был против ее уничтожения, чем вызвал гнев иудеев. После этого лидер оппозиции извинился, а вот представители организации Джудас его тогда поддержали, назвав обвинения циничными манипуляциями. Сам Корбин ужин с радикалами не стал комментировать. Доброе утро, мистер Корбин. Вы сожалеете, что посетили праздник? Доброе утро. Рад вас всех видеть. Спасибо, что пришли. Пресс-секретарь Корбина заявил, что лидер оппозиции присутствовал на празднике как частное лицо, а не как представителей бористов. Хотя многие однопартийцы назвали его поступок безответственным и опасным. Ко всему казалось, что Корбин состоял в нескольких фейсбук-группах, где публикуют антисемитские картинки. Главный либорист по-прежнему отвергает любые обвинения. И от греха подальше свой профиль в фейсбуке вовсе удалил. Ирина Иванова, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Цукерберг должен уйти. Казначей мэрии Нью-Йорка и один из инвесторов фейсбука, Скотт Стрингер, требует изменений в правлении компании. Он уверен, что утечка данных в соцсети это угроза для демократии. Сам же основатель фейсбука признался, чтобы залатать дыры с безопасностью понадобится несколько лет. Какую информацию о каждом из нас за это время может выдать в фейсбук, выяснял Дмитрий Анопченко. Фейсбук «Твое царствование скоро закончится» озаглавила недавнюю статью авторитетная Washington Post. И действительно, дела у детища Цукерберга откровенно плохи. Расследования параллельно ведут и в Вашингтоне, и в Лондоне. Главу компании даже в британский парламент вызвали дать показания. Репутационные потери за последние недели обошлись в 100 миллиардов долларов. Акции компании обвалились. И это падение, вероятно, не последнее. Страница в соцсети для большинства из нас стала и средством общения, и источником новостей. Только вот у этого всего есть своя цена. Специальные программы, которые день за днем незаметно собирают информацию не только о тех, кто их скачал, но и об их друзьях и друзьях друзей. И, как оказалось, Фейсбук обо всем этом прекрасно знал. Сейчас, когда все обнаружилось, Марк Цукерберг признается, Фейсбук не способен оперативно решить проблемы с безопасностью. В интервью онлайн-изданию Vox он сказал, над этой задачей уже сейчас работает 14 тысяч человек. Штат-отдело вскоре расширят до 20 тысяч, но им все равно нужно время. И эксперты, и политики задаются сегодня вопросом, не стал ли Фейсбук монстром, которым его команда уже не способна эффективно управлять. Ведь, купив Инстаграм и Ватсап, компания о каждом жителе планеты получила столько информации, что любая утечка чревата громкими скандалами. Громкая история с Кембридж Аналитика, компанией, которая незаконно получила доступ к личным данным 50 миллионов пользователей Фейсбук. Это только верхушка айсберга, говорится в закрытом докладе, который подготовлен сейчас для конгрессменов. Мол, то, что компьютеры каждый лайк учитывают, это еще полбеды. Настоящая проблема в том, что на настроение, выбор, решение огромного количества людей можно влиять, просто добавляя нужную информацию в ленту соцсети и скрывая противоположное мнение. Конгресс сейчас обсуждает даже возможность специальный закон принять. Первые слушания пройдут уже 10 апреля, и Марка Цукерберга первым вызвали на ковер. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Это подробности, и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Работа в долг. В Прикорпатье снова митингуют учителя. Сколько им должно государство, и почему денег нет? Откуда пламя в Киеве? За ночь сгорело пять автомобилей. Случайность или поджог? Вторую очередь мемориала памяти жертв Голодомора «Быть». Сегодня заложили капсулу на месте строительства. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, реализация этого проекта – дело чести. На него выделят 700 миллионов гривен, построят музей в подземной части памятного знака свеча памяти. В целом здание будет состоять из двух частей – музея Голодомора и выставочного центра, где разместится экспозиция. Я считаю, что наш обязательств – создать память на века, чтобы все поколения, которые будут родиться на нашей прекрасной земле, памятали, чему стояла независимость, свободу, желание жить в свободной стране. И это все пригничилось просто террором. Сегодня мы заклали другую черву, будивництво, мемориалу памяти жертв Голодоморьев. И это величезный, серьезный проект. В Прикарпатии учителя не получают зарплату. Говорят, до конца года им не хватает более 16 миллионов гривен субвенции. И долги только растут, а когда их вернут, чиновники не знают. Устав ждать, педагоги вышли на акцию протеста. Почему нет денег, выясняли наши журналисты. Галина Сидоренко работает учителем начальных классов. Говорит, в кошельке осталось всего несколько гривен. Даже пасхальную корзину не за что собрать. Месяц прожитый, попрацованный нами, должен отрабатывать зарплату. И дело в том, что мы будем, мы сказали, что зарплату не ждете. И будут проблемы. Через тебя мы тут. Задерживать зарплату стали уже в январе. А все потому, что субвенции, которую выделило государство, катастрофически не хватает. За это время по городу набежало более 16 миллионов гривен долга. По школе номер один свыше трех миллионов. Минулый месяц мы с учителями рассчитывали субвенцией, которая была призначена на березень месяц. Таким образом, в березень месяце мы уже не имеем чего платить. Требовать деньги учителя пришли к райадминистрации. Люди рассказывают, с этого года работает новая формула начисления образовательной субвенции. И она общая для всех городов областного значения. В Ивано-Франковской области таких шесть. Вот только города эти совсем разные. Взяли за основу то, что средняя наполненность ученей в классе мает становиться 25 ученей. Для города Франковска, возможно, это и правильно. Но если мы возьмем место Булехи, в котором есть только две городские школы, а кроме того, есть еще шесть сельских школ. Изменить ситуацию можно, если при начислении образовательной субвенции учитывать количество учеников в каждом конкретном городе и близлежащих селах. Но вы понимаете, мы не есть депрессивный район, что у нас там мало ученей и много учителей. Просто чиновники сделали неправильную форму. Их помилка. Выправлять не хотят. Через то, что мы тут, может, заставим их выправить эту помилку. И чем быстрее, тем лучше. Городской голова к людям вышел и сообщил. Письма по инстанциям отправлены. Но будут ли деньги, гарантировать не может. До Министерства Освиты, до Министерства Финансов пошли. И с соответственными пропозициями, что до того, как додать нам часть тех денег, которые не хватает на отримание педагогических работников. Обещают про то, что нас дофинансуют. Такой ответ. Педагогов не устраивает. Говорят, подождут несколько недель. И если ничего не изменится, отправятся митинговать. В Киев. Жанна Дудчак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Озеро во дворе в Шацке, Волынской области. Весенний паводок. Весь март здесь шли дожди. Вода затопила десятки частных домовладений, огорода и погреба. Подробности расскажут наши корреспонденты. Жители Шацка подсчитывают убытки после сильного дождя, который шел в поселке все выходные. Вода залила все угодья, проникла в подвал и лишив людей всей консервации из заготовленных впрок продуктов. Залиты и без того проблемные дороги. Как пришел неделю дощ, и все, все заливали, все кругом. Мусила и обувь ставить наверх, и там лахи, какие были все, то на лужку, то на стил, то на тумбочке, чтобы, думаю, будет на подлозе вода, то уже будет все. Мария Юськив живет в Шацке почти 40 лет, но такого паводка говорить не помнит. Дождевая вода, смешанная с землей, попала в колодцы, пока она непригодна для употребления. На подтопленных улицах работают спасатели, мотопомпами откачивают воду. Местные жители не раз просили власти обратить внимание на проблему, ведь поселок подтапливает уже пятый год подряд. А в этот раз паводок рекордный. В поселковом совете уверяют, ликвидировать последствия половодья помогут, но в случившемся виноваты сами жители. Моліоративные каналы, которые и шли по территории приватных садебных делянок, на сегодняшний день, так скажем, закладывания или закопания. Мы хотим сделать проектно-кушторисную документацию на все моліоративные канали по селищу Шацька, для того, чтобы обеспечить эти подтопления садебных делянок и других территорий, которые есть в Шацьку. Пока чиновники размышляют, как решить проблему с водоотводом, жители Шацька с ужасом ожидают каждого паводка и даже ливня. Екатерина Срывкова, Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Волынская область. Сразу пять автомобилей сгорели под Киевом прошлой ночью. Около четырех часов утра жители Софиевской Борщеговки увидели, что под их окнами пылают припаркованные машины. Попытки потушить пожар самостоятельно оказались тщетны. Пламя погасили три бригады пожарных, которые прибыли на вызов. По предварительной версии, возгорание началось в мусорном баке, а из-за сильного ветра пламя перебросилось на машины. Однако, местные жители уверены, что это был поджог. Так ли это предстоит выяснить следователям? Харьковская область получит 700 миллионов гривен иностранных инвестиций. Это деньги компании Nestle, которая начинает проект модернизации одного из предприятий в Харькове. За два-три года инвесторы обещают расширить производство, а зарплата до конца 2018-го должна вырасти на 15%. Сейчас на заводе работают более тысячи человек. 40% выпускаемой продукции идет на экспорт в 17 стран. Сдать в эксплуатацию новые мощности планируют через три года. На реализацию проекта в целом уйдет до трех лет, и мы планируем его завершить до 2021 года. Харьковская область имеет большое преимущество. Это тот регион, где живет много людей, и это высококвалифицированные кадры. Для Харьковской области, как для промышленной области, надзвучайно важно поддерживать вырубничные инициативы. Поэтому мы добавляем к этой współпрости международных партнеров, такую знаную компанию, как Нестле. И с представителями мы сьогодни говорили не только подальше нашей współпрости, а еще и улучшение социальных условий и условий работы работников, которые задеяны в производстве продукции, именно на этом предприятии. Мы всегда будем ждать наших международных партнеров. В Украине растет число нападений на журналистов. За март зафиксировали уже 10. Три случая в столице, остальные в регионах. Таковы данные Национального союза журналистов Украины. Эта цифра в несколько раз превышает показатели предыдущих двух месяцев. Работники СМИ убеждены, нападения не прекращаются, потому что виновников не наказывают. В частности, до сих пор не нашли виновных в поджоге здания новостной редакции телеканала «Интер» в сентябре 2016-го. Непокаранными есть те, кто пробовал подпаливать телеканал «Интер». Так само абсолютно непокаранны те, кто блокировал телеканал «Ньюсван». От силовиков мы ждем однозначного защиту журналистов, а не адвокатования тех, кто приходит и сведомо погрожает журналистам. Наши международные партнеры, мы переконаны, что все начинается с малого, с малых погроз. Потому что если не будет реагирования, то это все перетворится в физические залякувания, в тиск, в побитие. Необходимо, чтобы все преступления были расследованы до конца. По мере того, что нет достаточного расследования, растет эта атмосфера безнаказанности, растет недоверие государственным органам, и в целом это создает атмосферу страха. Черный вторник во Франции. Наработники национальной железнодорожной компании устроили забастовку. На работу не вышли половина сотрудников и треть машинистов поездов. Протестуют против намерений правительства реформировать убыточную компанию. В частности, ее хотят приватизировать, а сотрудников лишить льгот. Сократилось количество междугородних и региональных рейсов. Стачка повлияла на планы уже 4,5 миллионов пассажиров. Бастовать железнодорожники собираются до июня. Для меня это просто ад. Я понимаю, чего они требуют. Но я, например, не использую других людей, как рычаг давления, когда меня что-то не устраивает. Миллионы сейчас вынуждены терпеть неудобства из-за их прихоти. Работники железной дороги бастуют не ради развлечения. В течение нескольких недель они предупреждали. Не вводите реформы. Это обернется забастовкой. Но к ним никто не прислушался. Прокуратура Германии поддержала экстрадицию Пучдемона в Испанию и уже обратилась с запросом в немецкий суд. Как будут развиваться события дальше, расскажет Елена Абрамович. Чтобы определиться со своей позицией, немецкой прокуратуре понадобилась неделя с момента ареста Карлиса Пучдемона. Утром, в первый рабочий день после пасхальных праздников, ходатайство об экстрадиции беглого каталонского лидера подали в суд. Мы проверили, сопоставима ли причина европейского ареста, а это мятеж и растрата госсредств с немецким законодательством. Речь идет не о дословном совпадении, достаточно сопоставимости. И это есть. Кроме того, мы считаем, что существует опасность бегства, поэтому рекомендовали экстрадицию. Карлис Пучдемон пять месяцев назад покинул Испанию и находился в Бельгии, как сообщали западные СМИ. Впрочем, изгнанием назвать это трудно, поскольку бывший каталонский президент все это время свободно путешествовал и выступал с лекциями в университетах разных стран. Когда Пучдемон возвращался из очередного вояжа, его и арестовала немецкая полиция. Думаю, Германия неправильно поступила. Следовало бы отстраниться, как это сделали Дания, Финляндия, Бельгия. Это предательство ценностей Евросоюза. Политические идеалы Пучдемона отличаются от взглядов правительства Испании. Но разве не это основание для нашего сосуществования в Европе? Передавать ли Пучдемона испанским властям, где ему грозит 30 лет тюрьмы, теперь должен решить немецкий суд. Слушания по этому вопросу могут продлиться до трех месяцев. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.